В Приднестровье накрыла четвертая волна. Еще заразнее, еще тяжелее, чем предыдущая. Ежесуточные данные о заболевших и умерших от COVID-19 напоминают сводки с фронта. С начала пандемии коронавирус диагностирован почти у 69 тысяч пациентов. Плюс 573. Резкий всплеск после 258 и 142 случаев за 1 и 2 ноября. Волна коронавируса не отступает, заражая новых и новых людей. Более трех миллионов жителей планеты инфицированы в минувшую неделю. Свыше 50 тысяч умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения, число новых случаев инфицирования за 7 дней увеличилось на 3%, а летальных исходов на 8%. Большинство новых заразившихся приходится на Европу. На фоне всплеска заболеваний COVID-19 все больше стран вводят многочисленные ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения. В России, к примеру, введение нерабочих дней и ограничительных мероприятий позволили улучшить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, отмечают в местном Минздраве. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 5 миллионов человек. Сильнее всего от пандемии пострадали Соединенные Штаты Америки, которые занимают первое место в мире по количеству случаев заражения и по числу погибших. Противостоять коронавирусу может коллективный иммунитет, который невозможен без массовой вакцинации. В мире ввели уже около 7 миллиардов доз спасительной прививки. Треть взрослого населения привита и в нашей республике. Для формирования коллективного иммунитета вакцинировать нужно 70%. Продолжение следует...